11 февраля в понедельник глава района провел плановое рабочее совещание с начальниками отделов, на котором рассматривались следующие вопросы. Об итогах деятельности администрации за предыдущий год, о предварительном перечне проектов и инвестиционные программы, в один из которых входит ремонт дороги на Баргя. Тимур Нодарая поручил заместителю председателя комитета по делам молодежи и спорта Тенгизу Шанава подготовить встречу будущих абитуриентов со студентами АГУ из Галского района. Глава района выразил недовольство тем, что жителям района долго приходится стоять в очередях за необходимыми справками и предложил набрать нештатных работников из числа сотрудников администрации, чтобы ускорить процедуру выдачи справок по месту требования. Начальник управления городского хозяйства Астамура Сланзе пояснил, что в данном случае необходимы компетентные кадры, которые достаточно хорошо разбираются в данном вопросе. Заместитель главы по экономическим вопросам Нина Глунчадзе отметила, что все заявки удовлетворены, задолженности по выдаче зарплат нет. Начальник управления городского хозяйства предложил способы устранения свалок, которые образовывались годами и добавила необходимости установки соответствующих указателей. На той неделе занимались рекультивацией свалки. Свалку привели в порядок. Еще почистили большую территорию, где практически были стихийные свалки, образовывались. Очень много территорий привели в порядок. Это территория, прилегающая к нашей свалке. А то, что мы сейчас там приводили в порядок территорий. Это не одного года свалки образовавшиеся. Там, наверное, это приблизительно не меньше десяти лет. Такие моменты есть. Ну, постарались по максимуму. Соведующий юридическим отделом Галского района Инал Кучуберия проинформировал о результатах проверки контрольной палаты. По мнению юриста, многие бухгалтера организации не своевременно требуют отчеты и неверно заполняют документы. Я думаю, что каждая организация ознакомилась со своими актами. Уже предварительно даже и не нужно объяснять, под что она попадает. Хищения нет, но есть нецелевое использование. Нет отчетности. Неправильный учет. Неправильный учет. От руки написано тоже правильно. Главврач Центральной районной больницы доложил, что эпидемиологическая ситуация в районе стабильная. Но врачи по-прежнему продолжают нести дежурство у государственной границы Ингу. Глава района распорядился, чтобы начальник управления сельского хозяйства Томас Свижба совместно с городским хозяйством занялись организацией выдачи необходимых препаратов для уничтожения сельскохозяйственных вредителей. 13 февраля в среду глава администрации Галского района провел плановое совещание с главами администрации сел, на котором главы сел отчитывались о проведенных работах. Начальник управления сельского хозяйства Томас Свижба попросил у глав администрации сел организовать автотранспорт для оказания гуманитарной помощи малоимущим семьям. Томас Свижба сообщил присутствующим о том, что скоро начнется механический сбор мраморного клопа, финансирование которого будет осуществляться поэтапно. Все пестициды для лечения грибковых заболеваний мраморного клопа будут завозиться из России, так как вручную обработать всю территорию не представляется возможным. Для лечения будет применена авиация. Он подчеркнул, что лечить будут только очищенные ореховые насаждения. Главы администрации сел рассказали о том, что уже проводятся работы по уничтожению сельскохозяйственных вредителей, отметив, что количество мраморных клопов в этом году намного меньше, чем в прошлом. Глава района Тимур Надарая сообщил, что на этой неделе из столицы прибудут сотрудники МЧС, чтобы оказать помощь в обрезке деревьев, в селах Шашиквара и Бгоура, в котором также примут участие работники управления городского хозяйства, руб Черноморэнерго и Галской машино-технологической станции. Тимур Надарая поставил в известность о том, что паспортный отдел осуществляет свою деятельность в прежнем режиме, после чего главы администрации сел совместно с Тимуром Минае составили график приема справок и выдачи документов вида на жительство и паспорта гражданина Республики Абхазия. В ходе совещания обсуждались и другие темы, касающиеся жизнедеятельности района. В завершении совещания глава района дал всем ответственным лицам соответствующие поручения и определил сроки их выполнения.